Касаясь в первую очередь показателей среднедушевых доходов, необходимо отметить, что данные показатели имеют как объективный, так и субъективный фактор. И в методике подсчета, и в определении целевых задач подсчета данного показателя. Хотелось бы сказать, что средний уровень заработной платы у нас растет, и по отношению к среднероссийскому темпу мы, как правило, опережаем за последние года, опережаем среднероссийскую динамику, и мы подрастаем по показателю соотношения, если брать к среднероссийскому уровню. Что же касается показателя среднедушевого дохода, то данный показатель отражает несколько моментов. Это, с одной стороны, доходы, но также из этого показателя вычитается по методике расходы. В первую очередь, крупные статья – это расходы на кредитование, на обслуживание кредитов. В Чуважской республике большой популярностью пользуются ипотечные кредитования. Доля ипотечного кредитования у нас самая большая в Приволжском федеральном округе – 54%. Причем уровень просроченной задолженности населения – один из самых низких в Российской Федерации, что говорит о неком благополучном все-таки самочувствии и настроении населения на позитивный рост. В других регионах доля ипотеки значительно ниже, больше потребительских кредитов, что, наверное, больше можно расценивать как негативный фактор. И, соответственно, расходы вот в этой части, они, конечно же, существенно уменьшают показатели. Кроме того, говоря о Чуважской республике, надо иметь в виду особенности структуры населения. У нас большое количество населения работает в ЛПХ. В настоящее время ЛПХ, ну, как вы понимаете, не декларирует свои доходы. Есть ряд регионов пилотных, которые сейчас начали перевод их в структуру самозанятых с целью отражения, в том числе в доходной части. Поэтому это тоже одна из задач, видимо, для нас. Но доля такого населения достаточно большая. Другая доля еще, которая влияет население, в силу высокой плотности Чуважская республика всегда была поставщиком трудовых ресурсов. Это было и в годы Советского Союза. И сейчас очень активно наше население участвует во всех крупных стройках. На севере вахтовым методом работает. У нас соседние крупные города, требуются специалисты. И тоже очень много у нас подрабатывают людей. Ну и Москва, естественно. Я думаю, у каждого есть родственники, кто мог бы назвать таких людей среди своих. Живут, они здесь. Но отражение доходов, заработной платы, оно по месту нахождения организации происходит. Поэтому эта часть населения у нас как бы тоже выпадает. Все эти вопросы и проблемы мы ставили перед органами исполнительной власти федеральными. И на одном из совещаний последних под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева было обращено внимание на недостатки методики расчета. И было дано соответствующее поручение. Поэтому улучшение качества подсчета данного показателя мы ожидаем. Но даже вне зависимости вот этого, сейчас благодаря тому, что вот этот показатель низкий, мы попали в перечень 10 субъектов федерации, которым федеральные органы власти готовы оказать необходимую поддержку. И для нас это окно возможности. Мы подготовили соответствующий план мероприятий, направленный на повышение возможностей нашей промышленности, сельского хозяйства. И конечная задача, конечно, роста заработной платы населения и трудящихся, увеличение количества рабочих мест. Совсем недавно был опубликован интересный опрос Росстата по обследованию домохозяйств. Хотелось бы сразу обратить внимание на репрезентативность. То есть всего 500 семей в регионе участвуют в данном опросе по случайному фактору. И если брать не урывчатую информацию, а всю структуру информации по всем тем вопросам, которые там задаются, там 5 вопросов для населения задается, на что вам хватает денег, начиная от того, что не хватает даже на еду, и самое лучшее там хватает на все, мы вот из группы в группы свои показатели по сравнению с прошлым годом улучшили. Поэтому если брать в комплексе вот все показатели, то хотелось бы отметить тоже позитивную динамику. Но это тоже вот все-таки условный такой показатель, чтобы все понимали, и репрезентативность его условная. Мы отслеживаем и эти тоже показатели, и тоже даем свои комментарии на своем сайте. Мы приглашаем всех внимательно следить за нашими комментариями. Если есть какие-то вопросы, готовы оперативно на них отвечать. Редактор субтитров А.Семкин